Рассмотрим варианты, когда мы можем использовать так называемые форматы ячеек. Я думаю мы понимаем, что такое числовой формат, что такое денежный формат, то есть эти все форматы известны. Напомню, что очень удобно использовать текстовый формат для ввода каких-то кодов, каких-то идентификационных номеров, номеров двигателей и так дальше. То есть в таком случае нам очень удобно использовать значения числовые, которые начинаются с нуля. Как сделать свой собственный формат? Как сделать так, например, чтобы мы, например, вводя номер телефона, он отображался в определенном формате. Ну, например, международный формат плюс 3.8 и в скобочках идет код, ну и соответственно потом уже идет сам номер. Ну, обращаю внимание, что мы используем с вами так называемый формат ячеек, только мы будем использовать с вами не существующие форматы, а мы будем использовать свой формат. То есть я перехожу на вкладочку все форматы и в строке тип я могу прописать тот формат, ту маску, которая мне необходима. Ну, обращаю внимание, что маска моя выглядит следующим образом. Плюс 3.8. Теперь я открываю скобочку и указываю нули. Что такое нули? Нули это знака заполнителя числами. То есть все числа, которые я буду вводить, они будут вводиться вместо нулей. Ну, для интереса поставим пробел. 3.0, дефис, 2.0, дефис, 2.0. Напомню, вместо нулей это будет заполнение числовыми значениями, которые мы будем писать. Ну и теперь для ячейки Е2 я задал этот формат. Вот он. Ну и теперь пробуем ОК и попробуем написать свой номер телефона. Ну, например, мой номер телефона будет 066-880-57-31. То есть я ввожу номер, как я и говорю. Таким образом, прижимая Enter, я получаю уже в том формате, который у меня есть. Если же вы хотите этот формат использовать для других ячеек, ну, например, для этой ячейки, обратите внимание, используется общий формат, я могу использовать кнопочку, которая называется формат по образцу. Для задания этого же формата, для другой ячейки. Ну, теперь я сюда могу написать, ну, например, 058-88-5544. То есть, например, я прописал другой оператор. И обратите внимание, мне машина отображает в том же формате. Как еще, какие еще форматы можно использовать? Ну, например, если нам нужно использовать какое-то целочисленное значение, ну, например, упаковки или штуки. Вот, это очень удобно для отображения значения в целом формате. То есть, обратите внимание, я прописываю все форматы. Ну, и теперь, используя, например, в качестве строки тип, я использую 0. То есть, указываю, что у меня будет целое число. Ну, и теперь я хочу дополнительно написать, ну, например, упаковки. Там упаковки или штуки. То есть, я открыл скобку, обратите внимание, сразу после нуля. Ну, а в самих кавычках, которые я прописал после нуля, я прописываю пробел. Ну, и теперь, например, штук, да, там, штук, точка. И теперь закрываю кавычки. То есть, обратите внимание, что кавычки открылись сразу после нуля. Это важный момент. Ну, и теперь прижимаю ОК. И сюда я буду вводить, например, дробное значение 1.1. Обратите внимание, вводимое значение остается в Excel 1.1. Но отображение идет целостным. Ну, и, соответственно, если вы хотите сделать точное, например, 3 знака после запятой, то наш формат будет выглядеть следующим образом. Все форматы в качестве строки тип я прописываю 0,3,0. То есть, таким образом я указываю точность. Ну, и теперь в кавычках, например, я могу написать через пробел килограммы. То есть, вот таким образом я могу задать точность. Ну, и теперь ОК. Если я сюда даже ввожу единичку, у меня будет 1, обратите внимание, килограмм. Если же я буду вводить там 1,233,5, то есть, таким образом у меня машина будет делать округление все равно до 3 знаков после запятой. Хотя, на самом деле, в ячейке будет оставаться абсолютно точное значение. Очень удобно использовать этот формат для введения каких-то величин и значений по датам. Ну, например, мы бы хотели при вводе определенной даты увидеть и день недели, который мы будем использовать. Ну, например, нас интересует 1,1,15. То есть, я прописываю значение нового года и хочу узнать, какой день недели будет отображаться этот год. Ну, для интереса я немножко распространю эти ячейки, чтобы видеть и другие, например, даты. Ну, меня интересует, например, и 7 число тоже. Ну, и как это сделать? Я использую правую кнопочку, формат ячеек, все форматы. Я думаю, DDMMYYY вам понятно. То есть, это день, месяц и год в формате. Ну, и особенность состоит в том, что я добавляю 4 буквы D перед этим форматом. То есть, у меня таким образом будет отображаться и день недели. Ну, например, это будет четверг, 1,1,15. Таким образом, я думаю, вы видите, что у меня получается. Еще раз я подсвечиваю вам, какой формат был выбран. Вот он. Вот он формат. Дополнительный формат по дате. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok